Жизнь человека постоянно находится в движении, собственно, как и научно-технический прогресс. Огромное количество современных изобретений нуждается в автономных источниках энергии. Рано или поздно каждая батарейка выходит из годности, и её нужно выбросить. Но поскольку содержащиеся в ней вещества являются вредными отходами, её нельзя утилизировать среди общего бытового мусора. Но не все об этом знают. Вы знаете, как правильно утилизировать батарейки? Как правильно, не знаю. Ну, наверное, как всегда, в мусорку выбросить. Нет? Нет, их нужно утилизировать отдельно. Совсем отдельно? И отдельно контейнер? Да, нужно отдельно. Ну, тогда, значит, нужно коммунальным службам подготовиться, написать, где этот контейнер, чтобы мы знали, куда выбросить. Ну, выбрасываем. Просто с общим мусором? Да, снимаем, выбрасываем. А вы знаете, что их нельзя выбрасывать? Нет, первый раз слышу. Ты знаешь, как правильно выбрасывать батарейки? Ну, их надо утилизировать в каких-либо местах. В специальных местах их надо отдавать. В общем, их нельзя выбрасывать, они излучают какой-то энергии. Я просто складываю их в определённое место, потом сдаю куда-то. Батарейки, ну, вообще-то в урну. А вы знаете, что их надо отдельно? Да, надо. Ну, у нас их как-то практически мало, почти не пользуемся батарейками. Ну, когда будет, куда? Это же должна быть какая-то там ёмкость какая-то, куда их кидать. Пока у нас этого нет. Содержание в батарейках тяжёлых металлов, таких как литий, кадмий, свинец, делают их утилизацию вместе с обычным мусором крайне вредным для окружающей среды. Так одна батарейка, попадая в грунт, загрязняет не только его, но и воду. Если же рассматривать случаи мусоросжигательных заводов, то здесь картина также нерадостная. Токсичные отходы и примеси тяжёлых металлов напрямую загрязняют атмосферу. В рамках защиты окружающей среды районный совет депутатов организовал акцию, направленную на правильную утилизацию батареек. Акция стартовала месяц назад. Первый контейнер для сбора батарейки установили в холле районной администрации. Это наша первая акция. Мы хотим её начать с батарейки и дальше уйти к люминесцентным лампам. Это история, которая уже давно практикуется в Московской области. И правительство Московской области в прошлом году проводило такие акции и устанавливали большие контейнеры по сбору и батарейки, и люминесцентных ламп. И вот мы ставим перед собой такую амбициозную задачу, чтобы и вовлечь сообщество наше, которое на территории Ленинского муниципального района, вовлечь в эту акцию. Потому что действительно это очень хорошая такая история, которая в первую очередь показывает и подрастающим поколениям, как нужно любить свою природу. И нам самим лишний раз задумываться о том содержании, которое на сегодняшний день есть. Поэтому я думаю, у нас обязательно это всё получится. И я, пользуясь случаем, конечно же, призываю всех присоединиться к нашей акции, для того, чтобы мы всем вместе сделали наш родной видновский край ещё более краше и экологически безопаснее. Мы приглашаем всех начать утилизировать батарейки правильно. Вместе мы сделаем больше для природы родного края. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.